Маскировочные сети, сшитые и вязаные вещи, продукты быстрого приготовления, оптика, браслеты, печи-буржуйки, кошки-крюки. Всё, что сделали и продолжают делать волонтёры Центра ЗОВ «Своих не бросаем», можно увидеть на выставке в 22-м филиале Самарской библиотечной системы. Это только малая часть помощи, которую неравнодушные граждане оказывают бойцам. Ежемесячно они собирают грузовую машину с гуманитарным грузом и передают воинам на передовой. Вот это всё собираешься, ты уже устал, и уже всё, и уже едешь, эта дорога изматывает. И когда ты приезжаешь, они стоят, как дети, ждут всё, куда усталость, куда что улетучивается, уже радость на глазах, все родные ждут, очень сильно они нас там. Сама организация работает с начала СВО. Жители Зубчининовки, желающие помогать, объединились и теперь показывают, чего они смогли вместе добиться за это время. Сообщество уже существует два года, и показать результаты работы этого сообщества нам хотелось бы для всех жителей. Во-первых, Зубчининовки, во-вторых, приобщить молодёжь к подвигу российского солдата, во-вторых, это просветительская деятельность. И для того, чтобы не только молодое поколение, но и пенсионеры всех возрастов, родители пришли и посмотрели, как помогаем фронту, какая возможность каждого вложить свою частичку в общее дело и приближать победу. Первыми гостями выставки стали ученики трёх школ, расположенных в посёлке Зубчининовка – 34-я, 147-я и 86-я. Ребятам провели небольшую экскурсию и рассказали о самых необычных экспонатах. У кого-то папа воюет, у кого-то мама шьёт необходимую амуницию, у кого-то бабушка там варит суп или вяжет носки. И очень бы хотелось, чтобы дети понимали ценность, чтобы они знали, чем они занимаются. И чтобы они понимали, что они своими близкими могут гордиться. Также для ребят прошёл специальный урок мужества, на котором рассказали, как работал тыл в городе Куйбышеве во время Великой Отечественной войны и как это откликается сегодня. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.